Всем большой привет! Вы на канале Семена Партнер. С вами Виталий Декабрёв. И сегодня поговорим о тенистом огороде. Что посадить в тени? В этом сезоне наконец-то удалось приобрести дом в том поселке, в котором давно хотел жить. Небольшой дом, теплый гараж, добротная беседка. Предыдущий хозяин не занимался огородом, все внимание уделял комфортному проживанию. Площадь подворачивания овощных и плодовых культур совсем небольшая, большая часть которой находится в тени. Конечно, это скажется на урожае, ведь процесс фотосинтеза в растениях будет проходить медленнее. Но деваться некуда, нужно принять новые условия и сделать все, чтобы получить достойный урожай. Моя задача распределить растения таким образом, чтобы посадить светолюбивые на те места, где им хватит солнца, а туда, где солнца очень мало, посадить тени выносливые культуры. Если у вас такая же проблема, то отправляйтесь на участок и определяйте места с наибольшим затенением, чтобы составить план посадок и грядок. Небольшая тень не повредит даже очень капризным культурам, а вот самые темные участки требуют особых знаний о различных культурах. В этом выпуске я отвечу на часто задаваемый вопрос, что где сажать. При планировании плодового сада нужно учитывать, что деревья отбрасывают тень и сажать их лучше к заборам и изгородям. Располагайте их с северной стороны, тогда тень от них не будет закрывать большую часть вашего участка. Не стоит сажать клубнику и малину в тенистых зонах участка. Урожай будет оставлять желать лучшего. Грядки лучше всего размещать либо с севера на юг, либо с запада на восток. Это позволит равномерно освещать растения и прогревать почву. А теперь о тех овощных культурах, которые могут расти и давать урожай в тени. Но сначала разберемся в терминах. Тенелюбивые и теневыносливые. Первые прекрасно себя чувствуют и развиваются в затененных местах на протяжении всего дня. Вторые могут потерпеть затенение. Они не гибнут, дают урожай. Однако недостаток солнечных лучей сказывается на развитии растений. Они отстают в росте от своих сородичей, которым предоставлено больше света. Соответственно, созревание плодов будет позже. Итак, если образовалась безвыходная ситуация и самые козырные места заняли основные огородные культуры, перцы, томаты, баклажаны, огурцы и другие тыквенные культуры, кого же можно отправить в омрак, да еще и получить урожай? Сразу скажу, из списка, который я озвучу ниже, есть сорта, которые не стоит выращивать в тени. Поэтому изучите особенности сорта перед покупкой. Свекла. Эта культура относится к теневыносливым растениям, но больше будет развиваться надземная часть. Если вам не нужны крупные корнеплоды, то сажайте свеклу в полутень. Хорошо растет в тени мангольд. Это листовая свекла. Капуста. Почти все виды капусты – брокколи, белокочанная, брюссельская, цветная – могут давать урожай на затененных участках. Картофель. Эта культура тоже не откажется расти в тенистой прохладе и оптимально влажном грунте, но все же рекомендуют сажать в тени ранние сорта, которые предназначены для летнего потребления. Салаты, щавель, рукколу, шпинат тоже можно отправить в тенистую ссылку, они только будут рады. Пряные травы. В тени без особых капризов может расти петрушка, мята, базилик, кориандр. Не забывайте их поливать и вы обеспечены сочной зеленью. Редис. В середине лета, когда большинство сортов редиса идут в стрелку, тень или полутень более предпочтительны для этой культуры, поэтому смело отправляйте редиску на такие грядки. Кстати, надо попробовать посадить в тень дайкон, может и он покажет неплохие результаты. Лук репчатый и порей. С различными видами лука также можно поэкспериментировать и попробовать вырастить в полутенистых грядках. Лук порей и репчатый процветают в прохладной среде и не нуждаются в большом количестве солнца для того, чтобы стимулировать рост подземной части. А вот со следующими культурами нужно быть начеку. Им можно предоставить полутень, однако тщательно подбирайте сорта и гибриды. Бобы и фасоль. Некоторые сорта этих культур могут давать урожай в тенистых уголках. Томаты. Супер низкорослые томаты также могут расти и хорошо плодоносить в тени. Попробуйте посадить каменный цветок, монгол карлик, лимеренс и кристиан. Эти гибриды справятся с полутенью. Ягодные кустарники. Далеко не все ягодные культуры согласятся на тенистую ссылку, но с некоторыми видами можно договориться. Не будут капризничать и устраивать истерик, жимолость, ирга, черноплодная рябина, шиповник, черная и красная смородина, крыжовник. Кстати, в южных регионах эти культуры высаживают исключительно в тень. Как видите, даже имея много тенистых уголков, без урожая мы с вами не останемся. Поделитесь своим опытом в комментариях, какие культуры вы выращивали в тени и получали урожай. Также напишите, интересен ли вам выпуск о декоративных культурах, которые справляются с недостатком солнечного света. На сегодня это все. Вместе с вами работал Виталий Декабрев, специально для канала Семена Партнер. Подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. А также подписывайтесь на нашу страницу в инстаграм Семена Партнер. Ну и заглядывайте ко мне на канал Дача с Виталием Декабревым. Желаю здоровья вам и вашим растениям!